Всем привет! Сегодня у нас на обзоре в Mobile Review LG Hub. LG Hub, модель E510, модель среднего сегмента. Она приходит на смену LG Optimus One. В какой-то мере этот аппарат можно сравнить с недорогими телефонами. Ну, например, вот с Flyme Blackbird. Вы видите, размеры, в общем-то, и спецификации, как правило, совпадают. В качестве примера старшей модели я приведу аппарат Soul E710. Но это модели, конечно, очень сильно отличающие эстетически, отличающиеся друг от друга. Модель тоненькая, больше похожа на старшие аппараты, чем младшая модель. Хотя по спецификации, например, по камере, и здесь, и здесь 5 Мп, в общем-то, отличий нет. Но при этом отличие старшей модели в том, что она просто банально изящнее. Взяли за основу LG Optimus One и сделали простую вещь. А именно, сохранили всё самое хорошее. Есть клавиши регулировки громкости боковая, что на бюджетных смартфонах, в общем-то, приятно. 3,5 мм, кнопка включения-выключения. Это полностью боковая сторона свободная, microUSB-разъём, микрофон. Сенсорные клавиши. Мне это не очень нравится, но кому-то может показаться вполне достойным. Клавиши поиска нет. Изначально Android 2.3.4 здесь. Если говорить о скорости работы, она чуть-чуть возросла, потому что здесь используется Qualcomm MSM7227T, 800 МГц, в отличие от Optimus One. Но при этом, вот если говорить о дисплее, Gorilla Glass 3,5 дюйма, разрешение осталось прежним, 320 на 480 точек. Углы обзора, вы видите, неплохие. На солнце дисплей ведёт себя хорошо, что мне, безусловно, нравится. Если посмотреть на оболочку, ну, например, мы можем добавить что-то. Сразу узнаём оболочку Optimus One. Ну, то есть, Optimus UI используется и здесь. Фактически можно. Ну, давайте поставим вот такую собачку. Экран неплох. Камера 5-мегапиксельная, при этом она пишет в VGA разрешение и видео. В общем-то, снимки получаются неплохими. Есть автофокус. Ну вот, в частности, сейчас я снял свою руку, но расстояние небольшое. Если говорить о возможностях, то они вполне стандартны для LG. Есть FB Reader для российского рынка. Ремоут колл – это поддержка, в общем-то, поддержка со стороны LG. Wi-Fi Cast на сегодняшний день поддерживает передачу по Wi-Fi данных. Но главное, здесь появился Wi-Fi Direct, чего не было раньше. И возможность использовать для управления видео. То есть Wi-Fi Cast – это как раз-таки возможность по UPNP подключаться к другим устройствам. Например, к вашему компьютеру. Polaris Viewer позволяет смотреть документы. И тут тоже, в общем-то, нет ничего особенного. Пожалуй, стоит сказать о том, что… Ну, давайте откроем галерею. Работает аппарат шустрее, чем предыдущий. Но если говорить о скорости работы… Вот, например. Мы можем посмотреть. Это фотографии, сделанные на другом телефоне. Это переворот. Они работают достаточно быстро. С экраном связана другая особенность. То, что на Optimus One поддерживался мультитач только для двух точек. Здесь поддерживается до 10 точек. То есть, как вам угодно. На мой взгляд, это настоящий мультитач. Но, как говорится, кому-то он нужен, кому-то нет. Вопрос в представлениях. Давайте видео посмотрим. Видео сразу разворачивается автоматически на весь экран. Если говорить о возможностях, которые добавили сюда. Ну, допустим, диспетчер приложений. Можно посмотреть работающие, загруженные и удалить их, например. Безусловно, этот аппарат не будет обновляться до Ice Cream Sandwich, до четвертой версии. К сожалению, это так. Последнее, что я хотел бы показать – это музыка. К сожалению, громкость звонка не максимальна. Звонка и динамика. То есть, вы слышите, как играет. Если посмотреть, что здесь есть, есть SmartShare. Ну и, в общем-то, на этом все заканчивается. Никаких особенностей и настроек нет. Учитывая стоимость этого аппарата примерно в 7500 рублей, решение получается интересным, но неоднозначным. Достаточно неплохой Android-смартфон для бюджетного решения. Но сенсорные клавиши, хорошая сборка. С другой стороны, маркая поверхность. Неплохая 5-мегапиксельная камера. Я думаю, что продажи у этого аппарата будут. Но на рынке в этом сегменте усиливается конкуренция. Есть из чего выбрать. Поэтому надо смотреть, что вас интересует. Аппарат неплох, к нему можно присмотреться. Подробный обзор читайте на mobilereview.com. К ролику, я думаю, что будет ссылка, как только обзор появится. Удачи, хорошего настроения.